Эйосханд – порода служебных собак, чьими предками, по всей вероятности, являются пастушьи собаки средневековья. Была выведена заводчиком Джерманом Олфспидзом, как компаньон и сторож. Эти добродушные, смелые, энергичные собаки могут приспособиться к жизни в городских условиях, но лучше чувствуют себя за городом. Не переносят одиночество, постоянно нуждаются в общении с человеком. Первоначальное предназначение породы – оповещать хозяина о приближении чужаков лаем. Поэтому шпицам свойственно реагировать громким лаем на посторонние звуки, незнакомых людей на улице и лаять в состоянии испуга. Основные моменты и интересные факты. Кейосханд была признана ЭК в 1930 году и является ее 85-й породой. Кейосханд из-за своей политической принадлежности фигурировал в бесчисленных фотографиях и карикатурах, связанных с политической борьбой в Нидерландах. Кейосханд имеет арктическое или, возможно, субарктическое происхождение. До того, как собаку вязали в политику, Кейосханд был в основном боржевой собакой, служившей на многочисленных судах на рюйне. История породы. Кейосханд был назван в честь Корнелиса де Гезилаера. На современном голландском языке произносится как Гезилаар, лидера восстания против дома орандских. Собака стала символом повстанцев. И когда дом оранжей вернулся к власти, эта порода почти исчезла. Слово Кейосханд – составное слово. Кейс – это прозвище Корнелиуса, а Хонд – это голландское слово для обозначения собаки. В Нидерландах Кейосханд – это термин для немецких шпицев, который охватывает их всех, от игрушечных или карликовых померанский шпиц до вольфшпицев. Единственное различие между немецкими шпицами – это их окраска и рекомендации по размеру. Есть дебаты по поводу происхождения породы. Многие английские упоминания указывают на Кейосханд, как мы знаем, происходящее из Нидерландов. С другой стороны, согласно ВСИ, порода цитируется как часть семейства немецких шпицев, происходящее из Германии вместе с померанским шпицем, игрушечный или карликовый немецкий шпиц, и американской эскимоской собакой – маленький или стандартный немецкий шпиц. Клуб немецких шпицев был основан в 1899 году. Немецкий стандарт был пересмотрен в 1901 году, чтобы указать характерный цвет, который мы знаем сегодня – серебристо-серый с черным наконечником. В конце 19 века в британском клубе собаководства был выставлен полноватый померанский шпиц, белый немецкий шпиц и, скорее всего, стандартный немецкий шпиц. Британский кинологический клуб в 1915 году больше не признавал полных померанских шпиц. В 1920-х годах баронесса Ван Харденбрук заинтересовалась породой и снова начала ее развивать. Клуб «Недолэндс и Кишонт» был основан в 1924 году. Английский клуб голландских барж-собак был основан в 1925 году миссис Уингфилд Дигби и принят в британский клуб собаководства в 1926 году, когда порода и клуб были переименованы в Кейосхенд. Считается, что Карл Хендерер привез свой питомник, который он основал в 1922 году в Германии, в Америку в 1923 году. Его немецкий чемпион Вольфшпиц последовал за ним в 1926 году. В то время, менее чем через 10 лет после Первой мировой войны. Германия не пользовалась любовью в Англии и Америке. И Вольфшпиц Кейосхенд не был признан Акс. Следовательно, Хендерер должен был зарегистрировать каждого щенка, рожденного в США, в своем клубе в Германии. Несмотря на это, он присоединился к клубу «Мариленду» и посещал местные шоу. Хендерер регулярно писал в клуб ЭКВ, в том числе в штаб-квартиру в Нью-Йорке, для продвижения породы. Путешествуя по Нью-Йорку по пути в Германию в 1930 году, Хендерер посетил офисы клуба ЭКВ и представил Кейосханда, своего чемпиона, президенту ЭКВ доктору Даманду, который сразу же согласился начать процесс признания с некоторыми оговорками, включая изменение имя Кейосханд, и попросил Хендерера вернуть все соответствующие данные из Германии. Хендерер также перевел немецкий стандарт на английский для ЭКВ. Кейосханд был принят для регистрации ЭКВ в 1930 году. Несмотря на интенсивное лоббирование, клуб Си не приняла Кейосханда как отдельную породу, поскольку считала Вольфшпиц и Кейосханд идентичными. В 1997 году немецкий клуб обновил свой стандарт, включив в него типично меньшие Кейосханды, предпочитаемые в Америке и других англоязычных странах. Это значительно расширило генофонд и впервые унифицировало стандарт на международном уровне. Кейосханд, разводимый на протяжении многих поколений в качестве собаки-компаньона, легко становится любящим членом семьи. В результате истории породы и дружелюбного характера, Кейосханда иногда называют улыбающимся голландцем. Внешний вид. Встречаются самые разнообразные окраски и размеры. Собаки хорошо сложены. Формат квадратный. Высота в холке от 18 до 55 сантиметров. Туловище очень компактное, с хорошо развитой грудью. Шерсть пышная, но не скрывает очертания собаки. Остевой волос густой, жесткий, а подшерсток очень мягкий. Признанные клубом все окрасы. Черный с черным подшерстком и кожей, без белых или других пятен. Коричневый, темно-коричневый. Зонарно-серый. Белый, без желтого оттенка. Оранжевый, оранжево-соболиный. Другие окрасы, кремовый, кремово-соболиный. Черно-подпалый, цветной. Партикалорный, где основной цвет шерсти, белый. Черные, коричневые, серые или оранжевые пятна, должны быть распределены по всему корпусу. Отличительные черты характера. Кейосхант, как правило, очень игривый, с быстрыми рефлексами и сильной прыгучестью. Они вдумчивы, стремятся понравиться и очень быстро учатся. А это значит, что они также быстро усваивают то, чему люди не собирались учить. На самом деле, эта яркая и крепкая собака настолько подается надлежащему обучению, что ее успешно дрессировали, чтобы она служила собакой-поводырем для слепых, только их невысокий размер помешал их более широкому использованию в этой роли. Они любят детей и являются отличными семейными собаками, предпочитая по возможности быть ближе к своим людям. Они обычно ладят с другими собаками и будут наслаждаться хорошей погоней во дворе. Кейосхант очень интуитивные чутки и их часто используют в качестве собак-терапевтов. В частности, по крайней мере один кейосхант был в Ground Zero после терактов 11 сентября, чтобы помочь спасателям успокоить людей. Порода имеет тенденцию становиться особенно привязчивой к своим владельцам, больше чем большинство других пород. Если их хозяин отсутствует или находится в другой комнате за закрытой дверью, они могут сидеть, ожидая пока их хозяин снова появится, даже если поблизости есть другие люди. Многих кейосхандов называют тенью хозяина или собаками на липучках. Они известны своим громким, характерным лаем. На протяжении веков кейосхандул очень популярен в качестве сторожевой собаки на боржах на каналах в Нидерландах и Средней Европе. Эта черта очевидна и по сей день, и это бдительные собаки, которые предупреждают своих владельцев о любых новых посетителях. Несмотря на то, что кейосханд шумный и настороженный, они не агрессивны по отношению к посетителям. Обычно они ласково приветствуют посетителей, когда их принимает семья. К сожалению, лай может стать проблемой, если с ним не обращаться должным образом. Кейосханды, которых держат во дворе и которым не разрешают находиться со своими людьми, часто становятся назойливыми и лающими. Содержание и уход. Кейосханд будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Как и большинство северных пород, они также хорошо себя чувствуют на рыбной диете с низким содержанием углеводов. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или диеты вашей собаки. Чистая, свежая вода должна всегда быть в миске. Кейосханд требует регулярного ухода. Чистки шерсти раз в неделю с помощью щетки обычно достаточно. Это позволит сохранить подшерсток чистым и свести к минимуму леньку. Владельцы домашних животных могут чистить зубы еженедельно самостоятельно или водить своих собак к ветеринару. Шоу собак купают за несколько дней до выставки. Кейосханд адаптируется ко многим условиям. Исторически сложилось так, что у них были дома, начиная от ферм с большим количеством места для бега и заканчивая боржами, на которых мало места для передвижения. Они действительно нуждаются в регулярных физических упражнениях и любят проводить время со своими семьями. Ежедневная свободная пробежка или приятная прогулка принесут им пользу физически и морально. Также они будут рады забраться с вами на диван, пока вы читаете газету или смотрите телевизор. Важно знать о кейсхондах, что они будут рады, если вы просто проведете с ними время. Здоровье. В целом кейосханд – это здоровая, активная порода. Американский клуб Кейосханд рекомендует определенные тесты здоровья для каждого кейсханда, чтобы помочь заводчикам выявить любые проблемы со здоровьем. Эти тесты включают рентгеновские снимки для выявления дисплазии тазобедренного и локтевого суставов, обследование на вывих надколенника, обследование глаз и генетический скрининг на первичный гиперпаратериоз. При покупке щенка покупатель обязан запросить результаты тестов у родителей щенка и обсудить их с заводчиком. Цена и как правильно купить. Цена на щенков собаки кейосханд составляет от 800 до 1200 долларов. Итог. Немецкий шпиц – порода собак. Собака компаньон. Немецкие шпицы являются потомками торфяной собаки каменного века и более позднего свайного шпица. Считаются старейшей в средней Европе породой и предками множества других пород. Порода признана клубом вси. Немецкий шпиц обладает хорошим здоровьем, уравновешенным характером, удобен в содержании, он привязан к хозяину, обладает прекрасным умом и легко поддается дрессировке. Это очень умные собаки, ласковые и старательные. Немецкий шпиц считается отличным другом и компаньоном. Если правильно воспитать шпица, то он может лаять только по команде. Немецкие миниатюрные шпицы склонны к ожирению.